В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! Журналисты телекомпании «Город» уже готовы рассказать вам о главных событиях этого понедельника. Вот некоторые темы выпуска. Нет российских прав – нет работы. Как отразится запрет на рязанцах? Прямая линия с Путиным. Какие вопросы готовят президенту жители нашего города? 5 июня – День экологии, как его отметили в Рязани. С 1 июня вступил в силу запрет на работу для водителей-мигрантов, не имеющих российских прав. Поправки были приняты еще в 2013 году, но с тех пор их внедрение неоднократно переносилось. Так планировалось сделать и в этот раз, однако в итоге депутаты Госдумы просто физически не успели принять законопроект, откладывающий вступление в силу документа еще на один год. И несмотря на то, что в прошедшем 2016 году подразделениями госавтоинспекции произведен обмен на российские национальные водительские удостоверения более 50 тысяч иностранных, многие могут временно остаться без работы, а это может повлиять в том числе и на работу коммерческого общественного транспорта. Разбирался в ситуации Валерий Седов. Сейчас на маршрутные такси пересаживаются все больше людей. Оно и понятно – быстрый, правда, не всегда удобный транспорт. Но машин всегда хватает, поэтому томительные ожидания на остановках и вовсе сошли на нет. Троллейбусами и автобусами в большинстве своем пользуется льготная категория граждан. Все остальные предпочитают маршрутные такси. Тем более, по заявлениям самих пассажиров, машин меньше не стало. Заметно, что в городе стало меньше маршруток и все равно не ездишь? Нет, по-моему, вот сейчас ездят только одни маршрутки. Общественный транспорт нет совсем. Вот нет, пока нет. Я как-то не заметила. Мы ездим на одной маршрутке, по одному маршруту. С 1 июня вступили в силу изменения федеральный закон о безопасности дорожного движения. Теперь водителям маршруток, не имеющим российские водительские удостоверения, запрещено выезжать из таксопарка. Обязанность по выявлению запретов возложена на работодателей. Если же они нарушат запрет, то им грозит административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Обмен иностранных водительских удостоверений производится в экзаменационных подразделениях госавтоинспекции. Причем делается это без привязки к месту временного проживания или пребывания заявителя, но в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации. Но есть обязательные условия. Для обмена права должны соответствовать образцу из Международной конвенции. После этого водителю предстоит сдать три обязательных экзамена. Один теоретический и два практических. На автодроме и в условиях города. Если же водительские права конвенции не соответствуют, то водителю придется обучаться заново. По заявлениям сотрудников госавтоинспекции, всплеска активности по обмену прав не наблюдается. Сейчас в подразделении МРЭО обратилось всего три человека. Связано это с тем, что водители, которые всерьез занимаются этой деятельностью, давно заботились этим вопросом. Сейчас сотрудниками госавтоинспекции ведется работа по выявлению водителей с международными правами. 15 июня состоится прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. С 12.00 по московскому времени президент будет отвечать на вопросы в прямом эфире центральных телеканалов и радиостанций. Задать вопрос может любой желающий. Чтобы написать Владимиру Путину, можно использовать два варианта. Отправить смс или ММС сообщение на номер 04040 или оставить свое обращение на официальном сайте программы. Планируют ли рязанцы принять участие в прямой линии и какие вопросы их волнуют? Узнала Анна Герцовская. За несколько дней до прямой линии с президентом мы вышли на улицы города, чтобы узнать, какие же вопросы волнуют рязанцев больше всего. И какие проблемы они хотели бы обсудить с президентом, если бы у них появилась такая возможность. У меня наболело мало детских площадок футбольных. Вот мы живем на Татарке, там третья школа, шестнадцатая школа. Детям негде играть. Площадки есть, они закрыты все лето. У меня проблема какая. Мы очень много платим денег за отопление. Уже живем в домах этих очень долго. И пора бы уже, конечно, цену как-то или снизить, или я не знаю. Ну что-то сделать с этим. Потому что, ну я считаю, что это очень много для пенсионеров платить вот такие деньги за отопление. Самый простейший по поводу жилья. Дочь живет на квартире. Когда что это кончится? Ждем расселения. Двадцать лет и нас не расселяют. А на ипотеку денег нет. Самый больной вопрос. Даже если бы задали вопрос, то не думаю, что он бы ответил. Когда наладятся дороги в нашей стране? А вот будет прямая линия 15 июня. Вы не хотели бы позвонить ему и спросить? Если дозвонюсь, то хотела бы. То есть вы хотите в этом принять участие? Да, конечно. Я бы спросил, как молодое поколение нашей страны, я бы спросил, Владимир Владимирович, в какую сферу двигаться? В какую сферу направлять свои усилия? Вот. Где можно получить денежное вознаграждение и какие-то гарантии без скачков? Вот. Чтобы стабильно жить, не подпрыгивать и чувствовать себя членом России в денежном и материальном обеспечении стабильно. Все уже, наверное, задано. Ничего нового я спросить не могу. Про зарплаты в первую очередь, потому что сама работаю на очень невысокую зарплату. Это в первую очередь. Ну, маленькие зарплаты низкие у нас очень. В Москве, возможно, нет. Как говорят, средняя зарплата хорошая. К сожалению, в городах зарплаты очень низкие. Конкретно медработники. У нас, чтобы была пенсии побольше. Вот я ничего могу. Чего пенсии? Десять тысяч. Могу я на пенсии прожить? Есть менее значительные люди, которые все объясняют. Пусть он лучше развивает страну, занимается своим делом. И сам о нас лучше думает, как нам чем помочь. Он сам прекрасно знает. Поэтому, я думаю, что все очевидно из вопросов. Очевидно, что проблемы у рязанцев разные. А кто-то и вовсе не хочет задавать вопросы президенту. Стоит сказать, что в этом году существует возможность задать видео вопрос. И в этом случае о проблеме стоит не только говорить, но и показывать ее, желательно комментируя. В августе 2016 года был запущен пилотный проект, предусматривавший создание платных парковок на двух улицах Рязани – Праволыбецкой и Радищева. Но на этом власти города решили не останавливаться и запланировали создание почти четырех тысяч платных парковочных мест. На брифинге, который прошел сегодня в администрации города, еще раз было сказано о главных целях, которые преследуются властями. Уменьшение количества правонарушений аварий, а также увеличение средней скорости движения в центре города. На сегодняшнем брифинге начальник управления транспорта Андрей Коплинский сообщил, что цели, поставленные администрацией города, достигнуты. Так снизилось количество ДТП и нарушений, а уровень сознательности водителей заметно повысился. После этого было принято на уровне администрации города Рязани совместно с правительством Рязанской области решение о внедрении платного парковочного пространства в центральной части города Рязани. Правда, сложности с введением платных парковок все же могли возникнуть. Во многих городах России были точно такие же проекты, но они успехом не увенчались. Чем отличается город Рязань от подобного подхода? Абсолютно всем. Ни одного рубля из бюджета города Рязани на создание платного парковочного пространства не было потрачено. Риск всей предпринимательской деятельности на себя берет инвестор-оператор, тот, кто стал победителем подобного конкурса. По результатам конкурсного отбора победителем стал публичное акционерное общество Ростелеком. Пилотный проект платных парковок на улицах Радищева и Проволыпицкой инвестировался муниципалитетом города. Все врученные деньги были потрачены на благоустройство Рязани. Сейчас на платной парковке город не потратит ни рубля. А бесплатно останавливаться на них смогут три категории граждан. Это собственники тех домов, которые находятся рядом с этими платными парковками. Для этого им нужно собрать необходимые документы. Правда, через год свое право на бесплатную парковку придется подтвердить заново. Также на таких местах смогут оставлять свой транспорт и инвалиды. На каждой платной парковке 10% мест уделено под эту категорию граждан. И, само собой, бесплатно может останавливаться спецтранспорт, скорая, пожарная, полиция и другие службы. Всем остальным придется платить 20 рублей за час стоянки. Как оплата через смс-сообщение, оплата через личный кабинет, через Яндекс.Деньги и через паркомат. Ну, как показала практика, наиболее популярными у нас являются оплата через смс и оплата через паркомат. Вскоре парковку можно будет оплатить с помощью банкомата или приложения Сбербанка. Также существует и мобильная программа под названием «Парковки Рязани». Поэтому вариантов с оплатой будет существовать несколько. И каждый человек сможет выбрать то, что ему удобно. Напомним, платные парковки начнут работать с 9 июня. Очередное трагическое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Рязанской области на минувших выходных. К сожалению, не обошлось без жертв. Подробности в следующем материале. В субботу утром в Михайловском районе на 195-м километре трассы Москва-Астрахань произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Лады-Ларгус, Шевроле-Круз и пассажирского автобуса Сетра. Автобус следовал по маршруту Элиста-Москва. В его салоне находилось 22 пассажира. По предварительной информации, водитель Лады выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу движущемуся в прямом направлении со стороны Элисты пассажирскому автобусу. Вследствие чего произошло столкновение. В результате аварии автобус опрокинулся в Кювет. На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники полиции, спасательные службы МЧС и скорая медицинская помощь. 15 пассажиров автобуса, среди которых 6 несовершеннолетних, с различными травмами, были доставлены в больницу. А вот водитель и пассажир Лады-Ларгус скончались на месте. На данный момент обстоятельства ДТП уточняются. 5 июня в России, как и в большинстве европейских стран, отмечается Всемирный день окружающей среды или День эколога. Этот праздник был установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду. О том, как отметили этот праздник в Рязани, расскажет Галина Ершова. Маленькие и активные. Они учатся в начальной школе, но уже не понаслышке знают, кто такие экологи. 5 мая, во Всемирный день окружающей среды, более 200 ребят из школ, детского лагеря труда и отдыха и ученических лесничеств слетелись на экологический фестиваль. На торжественной церемонии они прошли посвящение и стали настоящими эколятами, молодыми защитниками природы, участниками многотысячного всероссийского движения. Это быть очень достойно, ответственно. Я теперь буду больше защищать природу, больше сажать деревьев и больше кормить птиц зимой. Надо больше растения, мусор собирать. Защищать страну, беречь природу и заботиться. В игровой форуме ребята узнали, что такое экологическая тропа и заповедник. Они разгадывали загадки, придумали собственную социальную рекламу, а также ближе познакомились с деревьями и животными. Почему свинки? Потому что она ест свиньки. Нет, ребят, у нас просто Федя, он не такой беспокойный. Они визжат, как свинки. Они визжат, как свиньки. Более десяти станций помогли юным эколятам лучше понять окружающий мир. Конечно, сейчас они еще совсем крохи, но даже в этом возрасте могут внести существенный вклад в экологическую обстановку города. У нас ежегодно сажается около 500 гектар леса за счет волонтерских посадок, в том числе и с участием маленьких представителей, школьников и студентов. На территории Рязанской области работает несколько школьных лесничеств. Анастасия приехала из поселка Шилово. Более десяти лет своей жизни девушка посвятила экологическому волонтерству. Больше всего мне нравится, наверное, убирать родник. Это не весело, но это просто интересно. Стоит помнить, что экология – это не скучные субботники, а безграничное поле для фантазии. Так рязанские школьники придумали виртуальный музей природы нашего края. Они делают фотографии, описывают заповедники, особо охраняемые объекты, а также птицы, животных, которые в них обитают. Дети знают только нацпарк Мещерский и Окский заповедник. И никто не знает, что есть такой, например, опыт этим геневские известняки или очень интересные памятники природы, какие-нибудь ковыльные степи в нашей области. А вот благодаря этому проекту ребята это узнают. Экологических проектов каждый год становится все больше. Стать их участникам несложно. Взрослые могут присоединиться к Рязанскому экологическому альянсу, а малыши – прийти в детский эколого-биологический центр. Приятное и полезное занятие найдется для всех. Каждый год Рязанским водоемам наносится колоссальный ущерб. Чтобы поддержать биобаланс и экосистему, во Всемирный день окружающей среды выпустили «Мальков карася» в Рязанский Барковской карьер номер 3. Эта акция становится уже традиционной. За процессом наблюдал Роман Дворецков. В третий Барковской карьер было выпущено полторы тонны мальков. Основная цель этого проекта – сохранение экологического баланса карьера. В карьер запускали мальков карася, а данный вид рыбы является не только промысловой и сможет выполнять свои функции по очистке водоема и восстановлению биобаланса карьера. Такое мероприятие проводится уже второй год подряд. Карасик. Почему выбран карась? Потому что эта рыба, она обитает в естественных условиях, в естественных водоемах, не является только промысловой. И будет выполнять свои функции по очистке водоема, восстановлению биобаланса. Выпускаем его в целях восполнения рыбных запасов, потому что многие-многие годы на муниципальных водоемах осуществляется рыбная ловля, проходят рыботлоны, а вот акции по выпуску малька, по восполнению рыбы, такой работы еще не проводилось. В прошлом году мальков выпускали в первой Барковской карьере, и акция дала свои результаты. Участники первого этапа рыботлона 2016 года отмечали существенное увеличение количества рыбы. По сравнению с прошлым годом, объем выпускаемой рыбы увеличен с одной тонны до полутора. Однако, чтобы выпустить такой объем рыбы, водоем должен соответствовать определенным критериям. Качество воды должно соответствовать рыбохозяйственным значениям. Должна быть водоем полноводный. Водоем должен быть готов принять столько рыбы. Конечно, из такого объема приживутся не все, но этого, по словам Елены Колдаевой, должно хватить, чтобы сохранить как водоем, так и популяцию рыбы в карьере. 2 июня в областной библиотеке имени Горького состоялась презентация культурно-исторического проекта коллектива «Арт-галерея для тебя». Его основная идея – научить рязанцев делиться эмоциями и переживаниями, занимаясь изготовлением кукол. По мнению инициаторов, это творческое дело имеет колоссально объединяющее начало, пробуждает в людях историческую память, обращает к изучению и бережному отношению к традиции. Присоединиться к проекту художники призывают всех жителей и гостей Рязани. Прошлую пятницу в Рязанской областной библиотеке имени Горького коллектив «Арт-галерея для тебя» представил новый культурно-исторический проект «В куклы играют все», который призван сохранить традиции, объединить людей разных поколений на мастер-классах и творческих встречах. Проект разрабатывался целых три года и за это время менялся не раз. За это время скопилась некоторая экспозиция музейная, коллекционная. Появилась коллекция работ рязанских мастериц, которых мы с удовольствием представляем. Участники первого мастер-класса делали необычную куклу-оберег – белого ангела. Стоит отметить, что процесс создания заинтересовал не только подрастающее поколение. Скажи, что ты сделаешь? Я юбку делал. Девочки помогали. Вовлекательно, да. Несмотря на видимую простоту, делать это достаточно сложно и трудоемко. В чем самая сложность состоит? Нужно все выровнять, чтобы это все было точно, все отработано, чтобы было эстетично. Как отметили создатели проекта, любой желающий может принять участие в мастер-классах. Следующий пройдет уже в эту пятницу, 9 июня, в стенах арт-галереи для тебя, которая находится по адресу улицы Кольцов, дом 14. Изготовленные куклы можно будет забрать себе, а можно оставить для аукциона, который будет организован в пользу детей, воспитывающихся в детских домах. Мой дом – моя крепость. Так желают чувствовать себя подавляющее большинство людей. И даже те, кто сейчас обрел свою крепость, могут быть поражены новым предложением от рязанских застройщиков. Покупка новой квартиры – это как начало новой жизни. Все словно с чистого листа. Новые мечты и планы, надежды и желания. И так хочется, чтобы этот момент оставался в памяти всегда самым светлым и радостным воспоминанием. Одна из компаний-застройщиков нашего города делает все возможное для того, чтобы эту радость приумножить. Купить квартиру в новом жилом комплексе недалеко от Аки вдвойне приятно. Ведь помимо развитой инфраструктуры и удачного месторасположения нового жилого комплекса, вы получите еще и неповторимый вид из окна. Да и сама покупка не составит труда. Отдел продаж работает по принципу одного окна, где все необходимые этапы можно пройти в одно время и в одном месте. В том числе и оформить ипотеку или трейд-ин. В настоящее время объект аккредитован в Газпромбанке, ВТБ, Сбербанке, Россельхозбанке. Это четыре основных столпы от нашей экономики. Очень разные программы для разных категорий населения, в том числе специальные процентные ставки, например, для сотрудников корпорации Ростех по ипотеке. Работы над строительством жилого комплекса начались в январе 2017 года. Но уже до этого многих покупателей заинтересовал новый проект. Его разработала команда проектировщиков из Москвы совместно с Рязанским проектным институтом. Жилой комплекс не имеет аналогов в регионе. Данный проект заполняет все пробелы, которые существуют на Рязанском рынке недвижимости. И смарт-планировки, и панорамные виды, и шикарное благоустройство с закрытой территорией. Мы надеемся, что пространство, которое мы создаем, будет комфортным для всех наших жильцов. Смарт-планировки пришли в Россию из Европы. В жилом комплексе Маргелов даже однокомнатная квартира, по сути, является двухкомнатной. Отдельная спальня и совмещенная с кухней гостиная позволяют использовать пространство более эффективно. Панорамные виды из угловых квартир площадью до 100 квадратных метров открывают возможность наблюдать рассвет, заливные луга с 25 этажа. Жилой комплекс Маргелов состоит из двух домов. Наземные многоуровневые парковки. На территории раскинутся парки, появятся спортивные и детские площадки. А множество мест для обычной парковки будут отнесены за пределы зоны отдыха, что дает возможность комфортно гулять детям и взрослым. Сейчас идет строительство первого жилого дома. Свай забивается на глубину 14 метров. На каждую секцию примерно 600 свай. Общее количество свай на один дом – 1200 штук. Сам фундамент свайный, заливается фундаментная плита и сама конструкция монолитная. Каждый дом состоит из двух секций, имеет один подъезд и шесть лифтов. Один из которых будет работать даже в случае отключения электричества на собственных генераторах. На первых этажах будут расположены магазины и другие коммерческие организации. Следующим этапом строительства станет заливка фундаментной плиты второй секции дома. Затем здание начнет расти вверх. На самой крыше каждого из домов будет расположена крышная котельная, а регулировать температуру в квартирах жильцы смогут индивидуально. В жилом комплексе Маргелов все делается для того, чтобы люди получили максимально комфортную жизнь, шикарные современные планировки и удобный выезд во все направления города. Добраться из Маргелова до центра можно за 10 минут, а также без пробок по Муромскому шоссе сразу выбраться в любое из направлений Рязани. Для тех, у кого нет личного транспорта, всего в 500 метрах от жилого комплекса находится остановка Кальное, где к вашим услугам более 20 маршрутов общественного транспорта. Таким увидели этот понедельник мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра и желаем вам хорошего продолжения вечера. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok